Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Мы едем смотреть Родо в Лейксайде. Анжелика за рулем, Миг где-то сзади. Мне интересно просто узнать, что это такое. Сегодня мы собираемся посетить Родо сегодня в Лейксайде. У нас нет билетов, но, может быть, мы их там купим. Затем очередь. Будем стоять тут в очереди. И надеюсь, что мы попадем. Субтитры делал DimaTorzok История Родео насчитывает более 100 лет. Она началась в конце 19 века на диком западе США, где ковбои соревновались в различных умениях, таких как верховая езда, управление быками и веревкой. Со временем эти соревнования стали называться Родео, что в переводе с испанского означает «круговая арена». Мы прямо с площадкой Родео. Вот тут будет происходить шоу. А наши здесь работают там. В начале 20 века Родео стало популярным развлечением и шоу-бизнесом. Родео представляет собой соревнования на лошадях и быках, включающие в себя различные дисциплины, такие как верховая езда на быках, быстрое заправление лассо, баранья гонка и другие. В соревнованиях участвуют как мужчины, так и женщины, которые демонстрируют свое мастерство в различных дисциплинах. После проверки нашего возраста нам дали специальные повязки, чтобы купить киво. Алкоголь в Америке с 21 года. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Одним из известных Родео в США является Лейксайд Родео, который проводится ежегодно в городе Лейксайд в Калифорнии. Это событие привлекает тысячи зрителей и участников со всей страны и является одним из самых старых Родео в Калифорнии, существующих с 1960 года. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Езда на Бронке без седла – это Родео, в котором всадник пытается удержаться верхом на брыкающейся лошади, называемой Бронкой, без использования седла или какого-то снаряжения для верховой езды, кроме кожаного снаряжения, закрепленного вокруг подпруги лошади. ВСадник использует только свой баланс, силу и приемы шпор, чтобы оставаться на лошади в течение полных восьми секунд, в то время как Бронк пытается оттолкнуть всадника. ВСадника оценивают по его или ее способности оставаться на лошади, а лошадь оценивают по ее способности сопротивляться стилю и силе. Скачки на Бронке без седла – это популярное и захватывающее событие в Родео, требующее большого мастерства, силы и храбрости, как от всадника, так и от лошади. Скачки на Бронке без седла. Бронецкие б adv NZраг很 сложный стилю. Я думаю, он был за Asheville Лошадио в УД 200 режиме, он получил тесто. KKК и вернул踐 US, Т. RJ kw. Брон, онlando всем денег в Ленингgue rajнахидахидахидахидахидахидахидахидахидахидахидахидахидахидахидахидахидахидахидахидахидахидахидах. Ножи миллионяли Приклентор д cre flipped Write spelled такла. Жребен, ээээ! Радео также есть Радео является важной частью американской культуры и традиций. Он отражает наследие Дикого Запада, когда ковбои и фермеры были вынуждены использовать свои навыки в управлении животными для выживания. Радео стало символом мужества, силы и смелости американских ковбоев и фермеров. Таким образом, Радео – это не только соревнование, но и важная часть культуры Запада, которая привлекает любителей адреналина и традиций со всего мира. Борьба быков в Радео, также известная как Бульдог, представляет собой Радео, в котором ковбой верхом на лошади преследует быка, а затем спрыгивает с лошади, хватает быка за рога и скручивает ему шею, заставляя его упасть на землю. Затем ковбой должен взять под контроль быка, удерживая его на земле всеми четырьмя ногами, указывающими в одном направлении. Часы останавливаются, когда ковбой полностью контролирует быка. Радео в Лейксайде является также семейным мероприятием, на котором можно насладиться атмосферой Дикого Запада и провести время с друзьями, близкими и детьми. Связывание теленка веревкой Это родео, в котором ковбой или девушка-ковбой верхом на лошади преследует и связывает теленка, а затем пишет, чтобы связать ноги теленка вместе как можно быстрее, насколько это возможно. Это мероприятие проверяет мастерство и скорость всадника, а также ловкость и скорость лошади и способность быстро обездвижить теленку. С течением времени родео стало одним из самых популярных видов спорта в Америке. Каждый год проводится множество соревнований по всей стране, включая такие известные мероприятия, как национальная финала родео, проходящая в Лас-Вегасе. Командное связывание «Бычка» Это родео, в котором два ковбоя верхом на лошади работают вместе, чтобы связать «Бычка». Один ковбой начинает завязывать рака быка, в то время как другой ковбой пытается завязать быку задние ноги. Часы останавливаются, когда оба ковбоя успешно поймали и остановили «Бычка». Если веревка задевает ноги быка, ковбои используют своих лошадей, чтобы тянуть в противоположных направлениях, останавливая «Бычка». Это требует большой совместной работы и координации между двумя ковбоями и их лошадьми. Это соревнование на время и побеждает команда, показавшая лучшее время. А вот у нас есть «Бычка»! Вот это «Бычка»! Защитный щиток для теленка, также известный как подушка для телячьей веревки, представляет собой защитное устройство, которое используется Родео-связывателем и телят, чтобы предотвратить травмы рук и головы теленка во время связывания. Устройство изготавливается из кожи или других защитных материалов и оборачивается вокруг рогов теленка, чтобы веревка не обжигала его кожу или не повредила его рога. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Верховая езда на Бронке в селе – это Родео, в котором всадник садится на спину брыкающейся лошади, держась одной рукой за специальное седло. Всадник должен оставаться на лошади в течение 8 секунд, и ему начисляются баллы за стиль езды и поведение лошади. Лошадь, используемая в верховой езде, специально обучена брыкаться, и всадники должны использовать свои ноги и шпоры, чтобы сохранять равновесие и контроль. Свободная рука всадника не может касаться лошади, ее снаряжения или себя во время езды, иначе он будет дисквалифицирован. Верховая езда на Бронке в селе считается одним из классических видов Родео и пользуется популярностью среди фанатов благодаря сочетанию атлетизма и ковбойских навыков. Всадника оценивают по его технике, контролю и пришпориванию, а лошадь оценивают по ее силе сопротивления, стилю и общим характеристикам. Верховая езда на Бронках в седле – это опасный вид спорта, и всадники рискуют получить серьезные травмы или даже смерть, если их сбросят с лошади или затопчут. Женские гонки вокруг бочек – это Родео, в котором всадники на лошадях мчатся на время вокруг бочек, расположенных в виде клеверных листьев на арене. Всадник должен перемещаться по схеме вокруг трех бочек в определенном порядке, не опрокидывая ни одну из бочек. Часы запускаются, когда лошади всадник пересекают линию старта, а останавливаются, когда они пересекают линию финиша. На профессиональных соревнованиях Парадео женские гонки вокруг бочек обычно являются одним из главных событий, и гонщики могут заработать призовые деньги и очки для участия в других крупных соревнованиях Парадео. Гонки вокруг бочек также являются популярным зрелищным мероприятием, где фанаты подбадривают всадников и их лошадей, когда они мчатся по арене. В течение трех дней зрители могут насладиться увлекательными выступлениями профессиональных участников Родео и ощутить атмосферу настоящего Дикого Запада. Езда на быках – это Родео, в котором всадник садится на спину бьющегося быка и пытается удержаться на спине быка в течение 8 секунд, держась за веревку, привязанную к спине. Всадник оценивается в зависимости от его контроля и стиля, а бык – в зависимости от его способности сопротивляться. Бык, используемый в верховой езде, специально выведен и обучен брыкаться, и наездник должен использовать свои ноги и шпоры, чтобы сохранять равновесие и контролировать ситуацию. Свободная рука всадника не может касаться быка, его снаряжения или себя во время езды, иначе он будет дисквалифицирован. Наездники на быках могут заработать призовые деньги и очки для участия в других крупных соревнованиях Парадео. Здравствуйте! Привет, match Этому быку захотелось продемонстрировать себя и совсем не хотелось возвращаться в загород. Это «Белсок». Да, есть лошадь, спасибо за субтитры. Катание на быках считается одним из самых опасных родео, и наездники рискуют получить серьезные травмы. Или даже смерть, если их сбросят с быка и затопчут. Мы провели более двух часов на этом великолепном мероприятии. Покинули мы его немного раньше других. Надеюсь, что вам понравилось мое видео. Кликните лайк и подпишитесь на мой канал. Смотрите мои видео и наслаждайтесь своей жизнью. Ваша зажигалочка. Субтитры создавал DimaTorzok